Передачу представляет Медицинас Центр САРС. Рак груди – самое распространённое онкологическое заболевание среди женщин. Чтобы снизить заболеваемость, улучшить возможности лечения, сократить смертность от рака груди, важную роль играет диагностика для выявления болезни на ранней стадии. Конечно, это одна из пяти ведущих локализаций. Может быть, в 2017 году будет в каких-то случаях меньше, чем в 2016 году, но в 2016 году было где-то в пределах 1100 новых случаев рака молочной железы. Если смотрим на предыдущие года, тогда это число очень не увеличивается, но оно и не снижается. Имея большой опыт работы, у профессора появился ответ, как уменьшить эту жуткую статистику. В основном всё должно быть на ранней диагностике. Во-первых, это госскрининг, который в возрастной группе с 50 до 69 лет. И, конечно, об этом надо думать и более молодым женщинам. Ранняя диагностика рака груди начинается с ежемесячных самостоятельных проверок, но этого мало. Поэтому в зависимости от возраста женщины и рекомендаций врача, нужно проходить диагностику аппаратными технологиями, такими как ультрасонография и маммография. На мой взгляд, недопустима ситуация, когда проводятся отдельные обследования, не комбинируя их между собой. Это верный путь к диагностической ошибке. Я думаю, что это одна из основных проблем Латвии, что основное число женщин делает эти обследования в разных местах, в разное время. И, в принципе, есть разные заключения, которые довольно часто не совпадают. Нужно отправляться в учреждение, где такая услуга предлагается комплексно. К тому же очень важно оценить архив обследований, если пациент регулярно посещает одно медицинское учреждение. Как я уже говорила, этот персидский ковер такой красочный, что сложив вместе все изображения, которые он делал год назад или два, сегодняшними изображениями, лишь тогда мы можем заметить разницу в плотности или в кожных уплотнениях. Эти нюансы могут быть очень небольшими, но они могут указать на патологические изменения. Важно заботиться о здоровье своей груди с раннего возраста, ведь рак молочной железы обнаруживают у женщин все более молодого возраста. Осмотр молочной железы – это часть гинекологического осмотра. Гинеколог смотрит не только половые органы, но и должен обследовать молочную железу и обследование груди необходимо раз в году каждой женщине, чтобы это сделал бы врач. Обычно это делает гинеколог, но это может быть и семейный врач. И если обнаруживать подозрительное образование, тогда необходимо дополнительное обследование или утрасонографическое обследование, или маммография, желательно стану синтезом. Напоминаем, что женщинам в возрасте от 50 до 69 лет государство оплачивает скрининг молочной железы. С письмом-приглашением от Национальной службы здоровья такое обследование бесплатное. Поэтому призываем откликнуться на этот призыв, ведь это может спасти вашу жизнь. Желательно это профилактическое обследование начинать раньше, и начинать обследование груди следовало бы с маммографии уже с 49-летнего возраста. Маммография с технологией томосинтеза является незаменимым и уникальным методом исследования молочной железы. Существуют формы рака груди с микрокальцинатами, то есть мелким кальцинированием в тканях груди, которые может обнаружить только маммография. Условно мы можем разделить плотность груди на 4 категории, и в зависимости от этой плотности меняется чувствительность обследования. В данном случае мы видим, что плотность груди очень низкая, в связи с этим чувствительность маммографии чрезвычайно высокая. Это так называемая плотность типа А. Чувствительность маммографии при такой плотности до 98%. В свою очередь, при увеличении плотности молочной железы в груди чувствительность падает. Например, в случае ярко выраженной плотности желез чувствительность маммографического обследования составляет примерно 50%. И именно это те женщины, для которых чрезвычайно важен томосинтез. Томосинтез обеспечивает особые диагностические преимущества женщинам с маммографически плотной структурой молочной железы и расширяет возможности ранней диагностики, что невозможно выполнить с традиционной маммографией. Врач-радиолог всегда указывает плотность груди в описании обследования. Нередко бывает написано – нормальная структура плотности груди, но рекомендуется дополнительно пройти ультрасонографическое обследование. Это именно в тех случаях, когда структура молочной железы плотная, и мы на этом фоне можем не видеть патологии. Это те случаи, когда требуется дополнительное обследование. В клинике диагностики медицины с центра ARS новая услуга для удобства клиентов, особенно занятых женщин. Чтобы обеспечить точное обследование молочной железы, врач-радиолог в один день проводит комбинированное обследование – ультрасонографию молочной железы и маммографию с томосинтезом. Оба метода дополняют друг друга и предоставляют полную информацию о структуре молочной железы. Потому что есть вещи, которые лучше заметны во время одного обследования, и есть другие патологии, которые видны с другим методом. И нередко именно комбинируя оба метода, мы можем проводить раннюю диагностику, которая сейчас, и это не секрет, лежит в основе снижения уровня смертности от рака груди. Если у врача-радиолога появляются сомнения насчет онкологического заболевания, это требуется подтвердить морфологически, то есть необходима биопсия. Нужно взять образец ткани и отправить на гистологическое обследование. Мы можем разделить аспирационную биопсию, есть корбиопсия, есть еще вакуумная биопсия. И все эти три метода могут проводиться под контролем ультрасонографии. Корбиопсия и вакуумная биопсия при маммографии при стереотоксическом контроле. В качестве профилактики заболевания груди золотым стандартом считается ультрасонография и маммография. Однако в последнее время все более значимое место при диагностике таких заболеваний занимает магнитный резонанс. В тех случаях, когда онкологическое заболевание доказано гистологически, после биопсии для определения распространения патологического процесса проводят магнитный резонанс. Еще магнитный резонанс делают тем пациентам, которым врач в качестве лечения назначил химиотерапию, обследуют перед химиотерапией и после, чтобы оценить ее эффективность. Магнитный резонанс также является оптимальным методом, самым чувствительным методом, чтобы оценить состояние имплантов и в случае, когда рак груди невозможно констатировать другими методами – сонографией или маммографией. Понимая ценность здоровья, изучая и ежедневно применяя в работе ведущие мировые способы диагностики и лечения, команда врачей Медицинных Центрс Арс применяет комплексную и персональную диагностику заболеваний груди. В мире, как в Европе, так и в Америке основные направления определяют последовательность обследования и тактику. Для того, чтобы диагностировать патологию, нужно смотреть комплексно, проводить комбинированное обследование. Нужно начинать с маммографии и стомосинтезом, после маммографии делать сонографию. В случае необходимости, если есть подозрения о патологии, то проводить биопсию. Под соноскопическим контролем или под контролем маммографического рентгена делать стереотоксическую биопсию. И тогда детально с магнитным резонансом, чтобы обнаружить масштаб распространения этого процесса. И все эти методы обследования в совокупности возможно выполнить в одном медицинском учреждении. Здесь, в Медицинных Центрс Арс, Арс Диагностика с клиника. Очень важно, что один врач интерпретирует все методы обследования, и у него есть представление о жалобах пациента, клинических результатах и методах визуальной диагностики всех видов. Конечно, важно мнение также клинического врача, маммолога, который назначает для пациентки наиболее подходящую тактику обследования. Нам важно, чтобы каждая женщина в Латвии чувствовала себя любимой, красивой, окруженной заботой и, главное, была здоровой. Поэтому проверьте свою грудь, чтобы жить. Передачу представляет Медицинных Центрс Арс Субтитры создавал DimaTorzok